Лёш, всё-таки, правда, молодость — это такая гостья, которая, к сожалению, с нами надолго не задерживается. Но, слушай, существует разных, много способов, которые эту молодость помогают продлевать. Например, грамотно составленный макияж. Абсолютно с тобой согласен. И я тебе предлагаю по этому поводу пообщаться с нашей гостьей, которая прямо сейчас с нами на прямой связи. Виктория Прокопенко, визажист из Ростова-на-Дону. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Виктория, ну и вот, собственно, первый вопрос, как бы продолжая то, о чём мы сейчас только что говорили в нашем предыдущем сюжете. Возможно ли с помощью макияжа казаться моложе? И если да, то каким образом? Да, конечно, определённо существуют некоторые варианты, с помощью которых мы можем казаться моложе. Такие моменты, как, например, тональный крем и консилер используются с светоотражающими частицами. Также ещё можно применять сетиновые тени на веках, нежно-розовые или персиковые румяна и, соответственно, блеск для губ. Но помимо этого есть ещё и моменты, которые делают нас старше. Это, например, тёмные румяна, которые вы неправильно подобрали. Это матовые тональные крема, матовые тени. И абсолютно также те моменты, которые слишком интенсивная чёрная подводка для глаз. Если избегать этих моментов, то вы абсолютно можете казаться моложе с помощью макияжа. Виктория, ну вот взгляните на меня, пожалуйста, сейчас. Вот мне, откровенно говоря, 24. Правильно ли макияж на мне сейчас нанесён? Вот не старит ли он меня? Вот ваше мнение. Нет, конечно, ваше мнение старит. Вы очень привлекательная. И вы на свой возраст совершенно не выглядите. Вик, спасибо большое. Вы, честно говоря, тоже, я не знаю, сколько вам лет, но вы выглядите значительно моложе. Вик, и вот такой вопрос от меня, как от девочки. Всё-таки какой макияж сейчас в тренде? Сейчас в тренде естественность. Как на макияж, так и на другие моменты. Это фреш ньют. Все мы любим его так называть. Это лёгкий тон, нежная коррекция лица, естественно, определённо румяна, персиковые, розовые, блеск для губ. То есть все эти моменты нам определённо делают очень красивый и естественный макияж. Вик, ну вот не знаю, почему-то вдруг я, слушая вашу такую милую беседу, у меня возник вопрос. Наступает же лето, жаркая пора. И вот не знаю, почему меня осенила эта мысль. А как наносить макияж, как правильно наносить макияж так, чтобы лицо не текло во время жары? Смотрите, есть несколько аспектов, которые нам помогают сделать наш макияж более стойким. Это определённо перед нанесением тонального крема использовать лёгкие сыворотки. Нежирные крема, как мы это иногда делаем. Также добавляем в лёгкий сетикрем, например, немного матовой текстуры и фиксируем всё пудрой. То есть три ключевых момента, и ваш макияж будет очень стойким. Виктория, вот мой коллега Лёша постеснялся задать вам предыдущий вопрос, а в общем-то зря, потому что мы же тоже по долгу службы сталкиваемся с тем, что нас гримируют перед тем, как выйти в эфир и общаться вот с вами. Поэтому, Лёш, всё нормально, ничего страшного, что ты задал этот вопрос, всё в порядке. Виктория, ну вот у меня ещё такой вопрос. Всё-таки поделитесь лайфхаками, как выглядеть ухоженно и свежо при минимальных затратах. Всё-таки косметика, она дорогостоящие удовольствия, согласитесь? Да, я соглашусь, но сейчас много бюджетных брендов, которые не уступают люксовым. И такой момент ещё. Необходимо просто уделять по 10 минут утром-вечером на уход и делать это регулярно. То есть это очищение, тониковое ухожнение и ещё 10 минут для бюджетных продуктов, и вы будете выглядеть прекрасно и не занимать на это долго времени. Виктория, то есть получается, если я верно понимаю, что, как вы сказали, 10 минут утром, 10 минут вечером, это что-то наподобие утренней зарядки, если это аналогия уместна? Ну, назовём это действительно утренней зарядкой, которую нужно делать обязательно. Виктория, наверное, поэтому вы выглядите так прекрасно и так свежо, по-весеннему. Благодарим вас за то, что поделились вот этими полезными, я считаю, не только для женщин, но и для всех лайфхаками. А можно я ещё один вопрос задам, Алёна? Виктория, у нас минута буквально остаётся, если можно коротко. Сейчас активная пора свадеб, свадебный сезон же у нас вроде бы как. Коротко, какие тренды в макияже свадебном? Вот буквально несколько слов. В свадебном макияже также актуальна естественность, то есть это лёгкие персиковые оттенки, а также блеск для губ, румяна. То есть сейчас любят делать не яркие макияжи, не как раньше делали, может быть, чересчур тёмные глаза. То есть более лёгкие оттенки, красивые, нежные, которые подойдут под любой совершенный образ. Ой, а я очень поддерживаю вот эту идею естественности, натуральности, когда действительно ты наносишь минимум макияжа, при этом выглядишь на свой возраст или даже моложе. И, ну, так сказать, не портишь кожу вот этим чрезмерным влиянием косметики. Виктория, большое вам спасибо. Жаль, что я, конечно, не выхожу замуж этим летом и не могу воспользоваться этими лайфхаками. Дорогие девушки, наши зрители, которые сейчас слушали нашу гостью, обратите на это внимание. У нас в гостях была Виктория Прокопенко, визажист из Дростова-на-Дону. Виктория, благодарим вас за участие и приятного вам утра. Спасибо большое, взаимно.